Сегодня открывается прием заявлений в муниципальные школы Таллина для определения детей в первые классы. В связи с этим множество вопросов изникает у родителей, конечно, и мы попробуем ответить на наиболее важный из них с помощью вице-мэра по вопросам образования молодежи и спорта Вадима Белобровцева. Доброе утро. Доброе утро. Давайте еще раз напомним базовый принцип приема первоклассников. Какие школы имеют общегородской набор, какие принимают по месту жительства? С 1 по 15 марта начинается прием и проходит прием заявлений в первый класс. И родителям, конечно же, всем рекомендую обязательно использовать именно эти дни, потому что не секрет, что свойства человеческой натуры откладывать какие-то вещи на последний день. Иногда люди просто забывают. И потом, если в августе вдруг кто-то опомнится, а у меня, оказывается, ребенок еще не определен в школу, и департамент образования всегда говорит, что мы в любом случае подберем школу ребенку, но тогда нужно помнить, что некоторые школы, наверное, чуть более популярны, и в них уже можно не попасть просто по той простой причине, что количество мест ограничено. Поэтому обязательно всем рекомендую использовать вот эти две недели, которые сейчас будут. Ну и должен сказать, что родители в последние годы достаточно активно используют эту возможность, и около 80% подают заявление в срок. Есть, конечно, ситуации, когда родители своего ребенка хотят определить в муниципальную школу, но потом в последний момент передумывают, делают выбор в пользу частной школы, и тогда оказываются в числе вот этих 20%, которые не отправляют своих детей в муниципальную школу. Плюс есть, конечно же, всегда и фактор за границей. Некоторые считают сначала, что ребенок будет учиться здесь, в Эстонии, потом уезжают, берут семью с собой, и в итоге ребенок уже учится не в Эстонии. Такие случаи у нас тоже достаточно нередки. Что касается школ с общегородским приемом, таковых шесть. Это Таллинская еврейская гимназия, это французский лицей, это английский колледж, образовательная коллегия старого города, так называемая Ваналина Харидус коллегиум, это реальная школа, Теннисмайская реальная школа. Эти школы принимают детей со всего города, но здесь нужно сказать, что прием начался раньше. То есть, на самом деле, если сейчас попытаться попасть в эти школы, наверное, еще какая-то возможность сохраняется, но она уже достаточно небольшая, школы эти действительно популярны, и поэтому в них зачастую проходят так называемые вступительные тесты. Кроме того, есть еще пять школ с одним классом общегородского приема. Было их шесть, но вот в этом году гимназия Густава Адельфа от этой системы отказалась и, в принципе, принимает всех детей во все классы по месту жительства. Ну, если мы говорим о том, как зарегистрировать ребенка, можно ли, например, одного ребенка зарегистрировать в несколько школ? Потому что родитель может подозревать, что, например, та школа, которую больше всего хочется ребенка определить, его может не принять. Абсолютно правильно. Здесь действует та же система, что и в отношении детских садов. То есть родитель может выбрать до трех школ, куда он хочет определить своего ребенка. Ну и обязательно нужно, что называется, сделать одну галочку, но можно сделать и три. Можно сделать две. То есть это одно. И второе, родитель должен выбрать, на каком языке его ребенок хочет получить образование. Ну, как правило, в Эстонии это все же эстонский-русский. Ну, я уточню все-таки. Вот эти три школы должны все быть с русским языком или эстонским языком обучения? Или можно выбрать, скажем, одну школу на русском языке, а две других на эстонском? Можно выбрать одну на русском, две на эстонском, две на русском, одну на эстонском. Никаких проблем. Ну, одно время у нас существовала проблема с регистрацией. Родители записывали своих детей, ну, фиктивно их регистрировали по какому-то месту жительства, чуть ли не в гаражах прописывали, чтобы попасть по району, так сказать, в необходимую им школу. Потому что считали, что эта школа лучше, чем другая. Сейчас эта проблема еще актуальна? Она существует? В какой-то степени существует. Наверное, не так остро стоит, как раньше. Но, тем не менее, проверить практически невозможно. Сейчас в первый класс поступают около 4800 детей. И поэтому департамент образования и вообще, наверное, город Таллинн не имеет никакой возможности проверять каждого, где он на самом деле прописан, где он на самом деле живет. Здесь, я думаю, идет простая проверка, запрашиваются данные в районной управе, и, соответственно, из которой приходит заявление, и из района. И, соответственно, дальше определяется, в каком районе ребенок прописан. Проверять каждого, реально ли он действительно живет именно там мустами, властами, в Хаберсте, это совершенно невозможно. И поэтому остается просто надеяться на то, что люди порядочные и, соответственно... Не обманывают. Но вот смотрите, жители Вимси, например, если хотят отдать своих детей в русскую школу, то у себя в местном самоуправлении такой возможности не имеют. В Вимсе есть только эстонские школы. Что им делать? Их примут в Таллине? Безусловно, примут. В Таллине учится, на самом деле, довольно большое количество детей из других властей, из других городов Эстонии. И поэтому Вимси здесь не исключение, тем более, что находится у Таллина под боком. Поэтому, если родители решили в пользу русской школы, конечно же, мы им рекомендуем посмотреть на имеющиеся в Таллине школы. Но здесь система будет немножко сложнее. Здесь, скажем так, местное самоуправление должно будет компенсировать Таллину то, что ребенок учится на территории столицы, а не в Вимсе непосредственно. Но я думаю, что это как раз происходит без проблем. Эта система действует уже очень много лет. Давайте расскажем родителям, каким образом можно регистрировать ребенка. То есть, есть возможность, я так понимаю, на бумаге подать заявление, отнести его в департамент образования по адресу? Эстония, поиск Т5. Но большинство, наверное, все-таки пользуется современными способами. ЕКОЛЬ, да? ЕКОЛЬ у нас. Там предоставят форму, и ее нужно будет заполнить прямо на месте. Ну вот здесь есть краткая инструкция. Сначала нужно зарегистрироваться. Если, например, родитель своего первоклассника впервые действительно отправляет в школу, родитель должен зарегистрироваться с помощью, например, ИД-карты, нажать на такой значок, который называется «Хода». Ну да, и в дальнейшем, естественно, будет следить за всеми действиями, за всеми оценками, которые будут получать его отпрыск и так далее, и так далее. Ну я, как родитель школьника, могу сказать, что это ЭКОЛЬ, если кто еще с этим не знаком, это потрясающе удобная система, которая действительно позволяет наблюдать за всем учебным процессом, связанным с вашим ребенком. У нас в гостях сегодня был вице-мэр Таллинн по вопросам образования молодежи и спорта Вадим Белобровцев. И напоминаем, что сегодня открывается прием заявлений в муниципальные школы Таллина для определения детей в первый класс. Продлится он до 15 марта, так что поспешите регистрировать своих детей.